Этот этнографический комплекс находится прямо на берегу моря, в одном из районов Вармы. И каждый день, когда я иду на пляж, я прохожу мимо него. А что же там интересного? Заглянем? Субтитры делал DimaTorzok С удовольствием. Добрый день. Это я за YouTube делаю. Русским показываю всю красоту Болгарии. Это Старомолдовский поселок, в котором импровизация болгарии как жили, как приехали тут, как восстанавливались. Это первая местечка, в которой они восстанавливались в Болгарии. И называется Аспарухово. А это точно? Это доказано учеными? Да, что именно это? Да, это где-то такое, импровизация. Это сделано как они пришли, как они живут в 1370 лет назад. И за это называется город Аспарухово. Именно самый главный хан Аспарух, который основатель, владетел, который создал Болгарии. Да. Был лет назад его сделали, да? Да, у нас два. И тут раньше приезжали много туристов, автобусы. Их тут кормили. Такие специальные керамичные тарелки, которые были раньше. И была программа на эту арену, было сражение со артистами. Но сейчас не получается, потому что слишком дорого. Раньше немцы, когда были на марок, они получали по 3000 марок в месяц. А тут курс становился по 5 лево марка. И они становились сразу богаты. Из-за этого им было дешевле 70 лево заплатили за целую программу. Кроме этого, артисты, которые с лошадей делали под фонарей и под огнями этот спектакль, они уже уехали за рубежом. Тоже в другие страны, да? А больше за рубежом, да? Давать концерт. Да, да. Где деньги, там и жизнь. Трон. Хана. Значит, да, представление, которое делал, не кушается. Я не боюсь, я хотела его снять. И тут хана спорух стоит. А, тут и хана спорух был, да? И смотрел на свои... Войска. Свои войска, как они тренировки делают. Юрта жреца. Юрта жреца. Предсказатель за война, когда сражение, когда лучше будет, как будет и так далее. Это был мудрый человек. Жрец? Жрец, можно сказать? Да, жрец. Его вещи. Если вы идете в темно, что там посветло будет. Да. И календарь, это вот этот круглый календарь? Да, такой календарь. Календарь. Так, а что еще интересного у него тут? И он был предсказатель. Тут на болгарске написано, если можете, потому что на болгарске тоже могу почитать. Да, я могу, конечно. Значит, можешь снимать этого надпись. Сейчас, мне вот интересно, получается, он же еще и как лечитель был, да, целитель? Точно, да, как лечитель. И вот он готовил здесь свои зелья. Очень интересно. Так, а это места просто для приходящих, вот эти сиденья, да? Да, это был как священник. И очень мне напоминает Узбекистан. Я там не был, я не знаю. А это он, да? Вот это изображение. Да, импровизация, да. Жрец. Так, и вот еще вот это вот. Ну, то есть это вообще точно воспроизведено? Ну, постарались. Юрта, да? И это там вот для дыма можно. Да, да, дыма. То есть это вот малейное место. Которое, это черепи, отсюда вы не видите, череп, отсюда там видно. Они, значит, было как... Сейчас я попробую увеличить этого. Это птица, что ли, да? Ну, такое, да, подобие. И они верили в это, что как зли духи уходят. Зли духи уходят, да, дерево. Это первое молитвеское, которое молились, о том, они... Подождите, а вот у меня вопрос. Это дерево, оно мертвое? Мертвое. Всегда обязательно должно быть уже. Да. Юрта простого воина. Ну-ка зайдем туда внутрь. Доспехи, да, жили. Ну, в общем... А седла не вижу. Ну, неплохо жили простые воины. Хан и Аспаруха. И я так понимаю, что вот это вот все из войлока, да, из шерсти. О, смотрите, сапоги кожаные. Вот оно, седло. И, конечно, шерстяные одежды. Тоже здесь знаки всякие символические. А там вот отдельно стоящие юрты для женщин. Они тоже раньше были очень красивые, но было несколько лет наводнения назад здесь, в Аспарухово. И вот пострадали. И пока ничего еще не восстановили. И вот это вот, видимо, тоже то, что видите. И вас снимают тоже? Да, смотри. А как же? Это самое главное в Аспарухово. Ох. Факел. Основа для факела освещения. Юрта самая главная. Так называется город Аспарухово. Да. Ух, какая большая-то. Ну да, это самое главное. И знамя-то. И это импровизация ему, типа бодигарды или... А! Это охранники, охрана, да. Тут тоже. А тут гостей, они не сидели на столике, а на подушке. Только он имел право на троп. Ух ты, и Аспарухов нас встречает. Да. И это их угостили со фруктами, вино. Рядом писарь, рядом стоял писарь. А то записывал. А то же самое. Тут другие опять гости и опять писарь. Два писара. И как они все фиксировали. Все фиксировали. Да. Как они договаривались. Интересные свечи. Да. Дурово. Вот так побывали в гостях у хана Аспаруха. Протоболгары, которых привел сюда когда-то хан Аспарух, это были кочевые племена тюркского происхождения. И на территорию современной Болгарии они пришли с нашего северного Причерноморья. Отсюда и знакомое нам всем название Фонагория. Именно так называется этот этнографический комплекс. Сегодня мы с вами посмотрели только часть этого комплекса, которая рассказывает о кочевом быте пришедших на эту территорию племен. А вот их оседлый образ жизни, как развивались их занятия и их история дальше, мы с вами посмотрим в следующий раз. Оставайтесь на нашем канале и путешествуйте с нами по неизвестной вам Болгарии. Продолжение следует...